Всем привет! Я рада приветствовать вас на шестом выпуске проекта Ваши лица. Если вы не следите за этим проектом, то быстро расскажу в чем его суть. Суть его заключается в том, что я принимаю фотографии от вас и позже на этих фотографиях с помощью программы для ретуши фото я делаю макияж. Макияж я выполняю сугубо схематически. Вы отправляя мне фотографии можете также описывать трудности, с которыми вы сталкиваетесь в процессе нанесения макияжа. И таким образом я буду стараться помочь как конкретному человеку, так и в целом. Я думаю, это будет полезно для каждого, потому что очень многие узнают себя в этих фотографиях. Поэтому давайте приступать. Сегодня у меня в моделях будет девушка Алина. Она мне прислала, в принципе, довольно подробное разъяснение, что конкретно ее волнует, какие вопросы. И я думаю, мы конкретно по этим вопросам сегодня и пройдемся. Первый ее вопрос заключался в том, чтобы я разобралась, какая у нее форма лица. Что я вижу по этой фотографии? Это я вижу овальное лицо, но в то же время это не узкий овал, а достаточно широкий. Из-за того, что есть вот эта достаточно большая височная зона, она создает более широкий овал. То есть, если бы было меньше здесь височной зоны, вот так вот, например, то овал получился бы более правильным. Но в то же время лицо это не круглое и не прямоугольное, потому что не прямоугольное так это точно, потому что здесь очень четко видно гладкую линию перехода челюсти в подбородок. И то же самое здесь. Я не вижу под челкой точно, что там происходит, но в то же время я вижу просто по форме головы, что это овальная форма лица. Если хочется немножко сузить лицо, и чтобы оно выглядело более правильным овалом, более таким узким, то мы можем здесь опять-таки поиграться вот с этой зоной и наносить коррекцию или бронзер по форме вот такой вот классической тройки, то есть от лба к скуле и потом вот так вот в район челюсти. И вот выглядеть это будет приблизительно вот так вот. Я сейчас, конечно, это все схематически показываю, то есть не воспринимайте это прямо на веру, что именно такие нужны оттенки использовать. Но я показываю сугубо схематически, то есть здесь будет то же самое, под скулу заходить немножко и вот таким вот образом. Интенсивность я сейчас уменьшу для того, чтобы это не выглядело настолько жестким. И вот когда мы наносим корректор именно на вот эту вот зону, таким образом мы ее визуально уменьшаем. Здесь эта зона уменьшается за счет челки. И, кстати, корректируется очень хорошо. Может быть, с этой стороны стоит тоже челку немножко больше отрастить, то есть чтобы она переходила как в эту сторону на более длинную, так и в эту сторону на более длинную. Хотя бы еще чуть-чуть вот здесь волос добавить. И мне кажется, что это уже будет работать как своего рода корректор. Что касается бровей, то я бы сказала, что форма здесь правильная. Абсолютно ничего я бы не меняла, не добавляла, не делала. То есть если заполнять, то сугубо по той форме, которая есть сейчас у Алины. Вот здесь вот бровь лучше уже скорректирована. Вот здесь, я так понимаю, еще либо в процессе отрастания, либо, может быть, она конкретно вот в этой вот зоне не растет. Поэтому конкретно в этой зоне чуть-чуть, буквально там миллиметрик можно добавить. И тогда брови будут казаться более симметричными. И здесь бы я еще немножко, может быть, хвостик добавила. Потому что с этой стороны бровь достаточно низко заканчивается, а с этой как будто чуть-чуть буквально не хватает. Сейчас я попробую сделать. Это, конечно, более ровно. Что касается оттенка, то я понимаю, что это может быть не самый лучший вариант. Но, тем не менее, из вот таких вот теплых каштановых, это у меня единственный, который доступен, а у Алины теплого цвета волосы, теплые такие каштановые, и такие же брови. Поэтому, соответственно, теплый оттенок на бровях тоже выглядит очень гармонично у нее на лице. Плюс у нее зеленые глаза, как я вижу. Поэтому все это в целом выглядит очень гармонично. Следующий вопрос у Алины заключался в стрелках. У нее не получается рисовать стрелки на ее глазах. И если мы сейчас посмотрим, то вот залом века видно, что достаточно низко. Скорее всего, Алина рисовала стрелки, пыталась рисовать как-то вот так вот, либо как-то вот так вот. И у нее не получалось, потому что вот эти вот все линии, направляющие, они переходят через залом, поэтому стрелка, соответственно, ломается. Вот так вот, конечно, было бы очень красиво. То есть вот такого плана стрелка, ну, естественно, с более тонким хвостиком, для такой формы глаз отлично. Но у нас не получится просто сделать такую стрелку. Поэтому что можно сделать конкретно здесь? Я сегодня не буду рассказывать про тушевку тенями. Если Алину интересует конкретно вопрос со стрелками, то давайте я вам покажу, что можно сделать, как можно нарисовать стрелку на такой вот форме глаз. Смотрите, значит, у нас заканчивается приблизительно здесь где-то наш залом. Ну, соответственно, мы можем спуститься немножко ниже. Буквально тут дело нескольких миллиметров, но вы видите, что я уже начинаю стрелку с, грубо говоря, нижнего века. И вот если пройтись вот так вот, вот наша будет направляющая к брови, к кончику брови. И здесь потом мы вот эту вот зону уже именно подвижного века начинаем заполнять. И у нас получается что-то вот такого вот плана. Вот здесь вот эту стрелку уже можно закончить и как бы увести на нет. И сейчас я саму стрелку тоже делаю темнее, чтобы было более наглядно для вас. И вот именно какую-то такую форму я имела в виду. Здесь очень важно хорошо прокрасить ресницы. Насколько я вижу, у Алины, в принципе, неплохие достаточно длинные ресницы. Поэтому если она их прокрасит какой-то тушью с сильным эффектом увеличения объема, то вполне возможно, что этого будет достаточно. И тоже нужно здесь не забывать хотя бы про вот этот вот кончик ресниц с этой стороны, для того, чтобы скрыть то, что стрелку мы начали рисовать ниже. Если же просто накрашенных ресниц будет недостаточно, здесь можно еще наклеить накладные ресницы и накладные ресницы наклеить немножко ниже. То есть приклеить их не вот начиная отсюда, с внешнего уголка, а совсем чуть-чуть ниже. У меня на эту тему есть, кстати, видео урок. Если вы хотите посмотреть, как это все наглядно выглядит на моем примере, то можете перейти, я вам оставлю ссылку обязательно. Перейдите, посмотрите, потому что реально очень сильно меняет форму глаз этот трюк. И в то же время, когда есть вот такого рода нависание, и когда стрелка классическая ломается, то вот такие варианты очень спасают. Последний вопрос, который у Алины был, это по поводу помады. Она попросила подсказать, какого рода, какого цвета помада ей подойдет. Я бы сказала, так как цветотип у нее очень теплый, я бы ей посоветовала оставаться именно такой теплой гамме. То есть на каждый день это вполне можно какую-то персиковую помаду, например, использовать. Скорее всего, она будет ее освежать. Давайте вот я сейчас попробую подобрать цвет. Вот это такой вот более холодный розовый. Он ей, к примеру, не очень идет. Вот это уже более теплое что-то гамма. И мне кажется, что вот такая вот гамма ей идет намного больше. Сейчас попробую. Вот это опять-таки холодный цвет. И опять-таки, мне кажется, что он выглядит более инородно у нее на лице. Вот это более нейтральный такой теплый цвет. И опять-таки, ну как мне кажется, по крайней мере, выглядит это намного лучше. Давайте возьмем вот этот более яркий вариант. Сейчас я отменю, естественно. Это мы просто подбирали оттенок. И давайте как раз-таки сейчас накрасим ей губы. Что касается формы губ, то здесь вот видно, что верхняя губа достаточно тонкая. А нижняя губа вот в этой части тоже достаточно тонкая, как и верхняя. А в этой части очень широкая в соотношении с верхней губой. И давайте я сейчас попробую накрасить ей губы. И показать вам, как бы я сделала, чтобы это немножко сгладить этот момент. Верхнюю губу украсим, как нам это позволяет сама губа. То есть можно чуть-чуть за контур выйти, но не слишком. То есть вот верхняя губа у нас накрашена. И что касается нижней губы, то я бы здесь вот совсем чуть-чуть слегка добавила бы здесь. Так, заштрихуем серединку. На нижней губе я вообще не рекомендую пользоваться контурным карандашом или чем-либо, что будет подчеркивать эти контуры. Потому что если нижняя губа у нас достаточно широкая, то это здесь и не нужно. Иначе это будет еще больше подчеркивать этот диссонанс. Вот это вообще идеальная форма губ для Алины. Но, естественно, вот эту часть, ну, в реальной жизни, вот здесь я могу, да, в этой программе так сделать, но в реальной жизни это так не сработает. Не получится ни накрасить вот эту часть, потому что будет это иначе выглядеть достаточно глупо. Но что вот 100% можно для Алины попробовать, так это нанести на вот эту вот часть корректор. То есть взять тоненькую кисточку для коррекции и на вот эту вот часть нанести корректор. Таким образом губа будет здесь как будто более выделенная, но в то же время и уменьшенная. Последнее, что мне хочется сюда добавить, это какие-то румяна, потому что, в принципе, лицо у Алины достаточно бледное. И вот я сейчас прошлась своего рода тональной основой здесь по лицу, и как-то совсем невыразительные черты лица стали, поэтому мне однозначно хочется освежить. Ее лицо какими-то румянами. Сейчас попробую продемонстрировать, какого рода оттенки ей подойдут. Я считаю, что ей также подойдет отлично какой-то персиковый оттенок румян. Вот, персиковые румяна мне очень нравятся, как смотрится на Алине. У меня на канале в последнее время достаточно много макияжей, тоже в таких вот каких-то персиковых оттенках, поэтому Алина может посмотреть, может, какие-то идеи для себя найдет, или может, какую-то косметику подберет, которая ей понравилась. Вот, в принципе, и все. На этом я буду заканчивать это видео. Макияж не получился каким-то суперкорректирующим в данном случае, но, по сути, Алине это и не нужно. У нее очень красивое лицо, очень правильные черты лица, поэтому какой-то суперкоррекции здесь и не нужно. Что мне понравилось, что я здесь делала, это немножко его освежило, потому что если убрать вот это, то лицо кажется намного более бледным, немножко вот такая вот есть розовинка, и когда она превращается в такое что-то более персиковое, более теплое, мне кажется, она при этом сразу преображается, и ей такие цвета, на мой взгляд, очень идут. Что касается стрелок, то опять-таки здесь я не могу конкретно на этой фотографии прям досконально продемонстрировать весь эффект. Алине придется поиграться, поучиться, и, возможно, посмотреть еще мое видео, о котором я упоминала, и потренироваться таким образом. Вот такая вот хитрость вполне работает, поэтому если у вас тоже заламываются стрелки, вот так вот, если вы их наносите вот в этой зоне, то тогда попробуйте спуститься чуть-чуть ниже и нарисовать их уже буквально даже с нижнего века. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так и было, не забудьте поставить ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если хотите прислать свою фотографию, то в описании будут условия, как нужно присылать свои фотографии. И на этом я с вами прощаюсь, до следующих видео, пока! Сегодня я хочу вам показать очень быстрый рецепт для ужина. Я всегда это готовлю, когда не знаю, что приготовить, и не сильно хочется заморачиваться. Получается очень вкусно, очень сытно, и в то же время низкокалорийно. Также в эту кучку я решила добавить два продукта для бровей, вернее, я буду пользоваться, скорее всего, одним из них. Это тушь для бровей с тонирующим эффектом. Посмотрим, как она работает, как она держится.